Добрый день, уважаемые телезрители! Мы снова приветствуем вас в фонде святых равноапостольных Константина и Елены. И сегодня мы продолжаем разговор о величайшем событии европейской истории, о Миланском Эдикте. Здравствуйте, здравствуйте, вновь, уважаемые телезрители! Позвольте нам опять углубиться в историю тех времен, которые от нас так далеки, казалось бы, но на самом деле нам современны в том плане, что они составляют тот базис, на котором была взращена вся европейская культура, в том числе и современности. В эпоху Константина Великого было положено начало величайшей традиции покровительства православных христианских императоров церковному искусству. И в этом смысле эпоха Константина Великого представляет собой великолепный пример. Самим императором Константином Великим были построены храмы в Палестине, в Иерусалиме, храм гроба Господня, в Вифлееме. Император заложил новую столицу империи Константинополь, где, по примеру Рима, были построены великолепные базилики. Первая базилика, храм Святой Софии, храм 12 апостолов, стены Константина Великого, форумы. Практически весь город был построен очень быстро. По примеру Рима его украсили здания, храмы, статуи, и первый период его развития, который соответствовал эпохе Константина Великого и его ближайшим наследникам, развивал еще античные традиции. И масштаб этого строительства гораздо превосходил те храмы и дворцы, которые строились последователями Константина. И это свидетельствует не только о строительных возможностях Римской империи тех лет, но и о масштабе замыслов Константина, который был одним из последних императоров, который рассматривал всю территорию Римской империи как единое целое политическое и культурное пространство. Поэтому уже с первых веков своего существования в равных условиях с другими религиями Римской империи христианство показало свою созидательную силу в значительной степени благодаря тому императору, который покровительствовал православие. С другой стороны, Рим, например, как столица, имел славную древнюю традицию. Там были местные боги, там были Ромул и Рем, там все это как-то развивалось в течение многих столетий. Константинополь был построен в чистом поле на ветру, по-хорошему. Ну, был там какой-то Византий, что это был за Византий, мало кто знает, потому что мы Константинополь сейчас не можем раскопать нормально, потому что там Стамбул сверху построился. А уж про Византий мы вообще ничего не знаем, кроме того, что написано в письменных источниках. По крайней мере, этой столице, оказывается, нужна традиция. Кстати, это еще один из факторов, почему Константин выходит с таким, так сказать, уважением к христианству в определенный период своей жизни. Первоначально эта разделенная империя умудрялась сосуществовать достаточно мирно. Ну, начиная с Аркадия и Гонория, все-таки они вели себя более-менее прилично. Но затем в порядке наследования императорской власти ее получают другие люди, и в итоге возникает конфликт между Западом и Востоком, который заканчивается периодически весьма серьезными военными событиями. Подобного рода конфликт предшествовал непосредственно принятию Медиаланского эдикта. Медиаланом тогда называли то, что мы называем Милан. Фактически, правда, один только источник, и то христианский, предшественником, предшественницей Миланского эдикта становится битва на Мельвийском мосту, в которой решали свои претензии друг к другу два брата, Максенций и Константин. При этом обращаю внимание на то, что Константин был западным императором, то есть императором религиозно-индифферентной части империи. Ему, в общем-то, было, по большому счету, поначалу все равно. Максенций был больше связан с Востоком. И ему было совсем не все равно. Как бы то ни было, Евсевий Памфил – единственный источник, который об этом упоминает. Он пишет нам о том, что в ночь перед этой решающей битвой, Мельвийский мост, в общем-то, это не так далеко от жизненно важных пунктов Италии, Константин имел сонное видение, так скажем. Ему явился крест и глаз с небесе бысть, который сказал «Сим победишь!» То есть этим ты совершишь победу. Почему я подчеркиваю единственность, уникальность упоминания этого факта у Евсевия Памфила? Потому что мы, например, имеем уникальный случай в данном контексте. Мы имеем личное свидетельство императора Константина о битве при Мельвийском мосту, изображенное в виде рельефа на арке Константина. Арка Константина – это такое своеобразное сооружение. Обычно его приводят в пример имперской скупости. Все подчеркивают, по-моему, искусствоведы, что император был страшно скуп, и поэтому составил эту арку из фрагментов арок своих предшественников, то есть использовал чужой строительный материал. В общем-то, здесь мы вправе ожидать всего чего угодно. Но при всей своей скупости Константин повелевает высечь собственные рельефы. Высечь те рельефы, которые повествуют о значимых событиях его собственной биографии. В частности, мы имеем изображение битвы на Мельвийском мосту. Ну, потертые достаточно, лица там не видно. Лики Максенца и его сторонников просто намеренно потом были сбиты. Но нигде на этом рельефе, он трехчастный, он довольно большой, правда, находится он очень высоко, почти на самом верху этого архитектурного сооружения, нигде мы не видим ничего, что могло бы напомнить нам крест. Ничего абсолютно мы не видим. Поэтому, с одной стороны, мы можем положиться на Евсевия Памфилы, но, с другой стороны, мы можем думать также и о том, что Евсевий мог где-то немножко и погорячиться и привел более позднюю традицию, может быть, даже политически тенденциозную. Но, как бы то ни было, по Евсевию император повелел начертать изображение креста на своих знаменах, на счетах своих воинов, и, ведомые этим знаменем креста, воины Константина одержали полную решительную победу над Максенцием при Мельвийском мосту. Несмотря на численное преимущественно войск Максенция. Как бы то ни было, дело завершается очень удачно для Константина. Как он потом его идеологически оформил, как бы это его дело, мы сказали об обоих существующих воззрениях на эту проблему. И непосредственным следствием этой битвы стало принятие решения, с одной стороны, в общем проходного, если бы оно не касалось христианства. В случае с христианством мы сейчас имеем, по крайней мере, 2 миллиарда 800 миллионов приверженцев этой религии. Почему я говорю, что это была вещь проходная? Потому что я хочу подчеркнуть один факт. В обыденном сознании почему-то считается, что этим миланским эдиктом Константин дает христианству привилегированное положение, якобы делает его государственной религией. Ничего подобного не происходит. Константин принимает эдикт о веротерпимости. Он уравнивает все религии, существующие на территории империи. Он разрешает кланяться всем богам, кстати, оставляя это право и за собой. Напоминаю, что Константин крестился на смертном адре. Он председательствовал на Первом Вселенском соборе. Он самого созвал фактически в 325 году. Во главе собравшихся святых отцов 315 сидел язычник. И периодически решал споры, возникающие между ними. Но, видимо, иначе не могло быть, потому что армия была в те годы языческой. Не соглашусь, армия была смешанной. И именно поэтому, кстати сказать, язычник возглавил христианский собор. Потому что он отражал как тут, так и другую сторону. Мы помним о том, что и среди мучеников первых веков было очень много военных. Очень много тех, кого мы называем в связках стратилатами. Феодор, например, стратилат, Андрей стратилат. И иже с ними. То есть это некие воинские контингенты. Там роты, там что там, какое-то подразделение, которое приняло христианство вместе со своим начальником своего ранга. И за это пострадало даже. То есть традиции христианского воинства берут истоки еще в те годы. В первые века, до Миланского эдикта все это уже существовало. И наличие христиан в армии, в особенности в контексте сообщений Евсевия Памфила о знамении креста, могло оказать существенное влияние и на их боевой дух, и, соответственно, на решение дела при Мельвийском мосту. Итак, Константин уравнивает все религии в правах. Впервые за 300 лет своего существования христианство из религио и лицита, неразрешенной, переходит в категорию религио лицита, разрешенной. Впервые христианство получает возможность выйти с кладбища на улицу. Оно не должно теперь скрываться. Не нужны эти ночные службы, которые по большей части совершались, потому что днем можно было и получить за эти службы по полной программе, включая мученическую кончину. Христианство получает возможность проповеди теперь не только подметными письмами. Что такое послание апостола Павла? Это великие богословские произведения, которые существовали в переписанных вариантах. Они поэтому до нас и дошли. Вот люди там перепишут, передают друг другу, кто-то там что-то прочитает. Теперь вот этой скрытной криптопроповеди уже не нужно. Теперь христианство может проповедовать на стогнах, как написано у апостола. Опять-таки может выходить хоть на крышу, на перекрестках улиц проповедовать свое учение. Более того, наконец христианство получает возможность проповеди литургической. Оно может показать всему обществу свое богослужение, тем самым доказав, мы не едим детей. Напротив, мы совершаем жертву бескровную, в отличие от вас, которую приносят кровавые жертвы. Мы бескровно славим нашего Бога. Мы более гуманистичны, чем вы. Наш гуманизм выше вашего гуманизма. Наши обычаи более правильны, чем ваши жестокие обычаи. И начинается храмостроение по всей империи. Сам Константин строит храмы в Святой Земле, в Риме, в Константинополе и в других городах империи. Это естественный совершенно процесс. И это еще один вариант церковной проповеди. Мы можем показать величие христианского Бога. И начинают сооружаться новые варианты домов Божьих. Кстати, вот то, что это иногда называется дом Божий, это все-таки языческий пережиток. Языческие боги живут в своих зданиях, сооружениях. Апостол Павел пишет, что Бог не в рукотворенных храмах живет. Это коробка к Богу, отношение к ним. Вы есть те храмы Бога живаго. Вы, в вас живет Господь. Ваше тело есть храм Божий. Но используется и древняя традиция. Настолько древняя, что она восходит к самому Риму. Берется базилика, римское общественное здание, вытянутое, где собирались для различных нужд и официальные лица, и народ, и решали там какие-то публичные дела. Эта форма берется, и ей придается христианское содержание. Более того, не возникает пока что даже вопроса об ориентации этого здания. Сейчас традиционно на восток ориентируется христианская церковь, базилика, это или крестово-купольное сооружение. Собор Святого Петра в Риме ориентирован на запад. Алтарь там с западной стороны. Это базилика, которая была построена Константином. Первая базилика на месте Собора Святого Петра. Вы это имеете в виду, да? Так и нынешняя там ориентация могила-то апостола в своем месте как была, так и находится. И она ориентирована совершенно не на какой восток. Таким образом, христианство получает возможность проповедовать себя всеми средствами. Прежде всего, доказав, что его мистерия – это не мистерия древнего мира, скрытая ото всех и доступная посвященному. Церковь манифестирует себя, заявляет себя как явление, призванное вобрать в себя весь мир. Античная мистерия, древняя мистерия, она отделяет себя от мира. Мир сам по себе. Мы сейчас вот пять человек посвятим, вместе будем вокруг костра танцевать. Очень будет тогда хорошо. И мы будем иметь тайное эзотерическое знание, и тогда у нас все будет хорошо, а мир гори синим пламенем, как бы нас он не касается. Христианство исходит из точки зрения о том, что мир грехопадением человека испорчен. И оно берет на себя задачу, с одной стороны, очистить человека от этого греха, что уже совершил Господь Иисус Христос. И вот это очищение распространить по всему миру так, чтобы и мир еще очистить. А это возможно только тогда, когда ты соберешь в себе весь мир. И христианство начинает развиваться, с одной стороны, быстро, потому что оно пытается втянуть как можно быстрее в себя весь мир. Весь мир христианизовать. А с другой стороны, возникает весьма своеобразная ситуация. Видя, что император к этой религии, которая интерпарус, конечно, согласно указу, она среди равных находится. Но именно к этой религии он благоволит. И не просто благоволит, а посылает свою мать, святую Елену, в Иерусалим, разыскивать там христианские реликвии, что она там и делает, и находит крест Господень, и множество мест, связанных с земной жизнью и смертью Христа. Видя вот эту такую ситуацию, прежде всего государственные деятели, а за ними и люди более низкого состояния, начинают понимать, что эта религия, в общем-то, выгодна. И начинается просто повальное шествие язычников в христианство. Со времен Константина Великого берет начало великая традиция покровительства императорской власти православия и православному искусству, что мы наблюдаем на протяжении всего Средневековья и вплоть до, наверное, начала XX века. — Знаете, не стал бы я восхищаться этой традицией. Я уже вам говорил, и сейчас в эфир, так сказать, скажу. Иоанн Златоуст в свое время, в конце V века заявляет, у нас прекрасная ситуация, у нас христианство в начале религиолицит, это с 313 года. С конца IV века фактически оно доминирующей религии, ему возвращаются конфискованные церковные здания, сооружения, земельные собственности и так далее. Ему делаются пожертвования, обогащаются храмы, сияют золотом и прочее. В общем, все замечательно. Народу там знаете сколько. И вдруг, еще 200 лет не прошло с того момента, как все это началось, святитель великий говорит, константинопольский патриарх, церкви необходимо быть гонимой. Это парадокс. Но на самом деле это правдивый парадокс. Как только церковь начинает успокаиваться и почивать на лаврах, тут же возникает что-нибудь. Знаете, даже период с 313 года, все замечательно, все хорошо, мы религию лица-то, возникает ересь ария. Только мы успокоились, все замечательно, и тут же искажается Христово учение. Тут же возникает учение, которое фактически дезавуирует самого Христа. Потому что согласно арию, Христос не Бог, а эманация. Христос то, что производный от Бога, значит, он не совечен отцу, а сотворен. А раз он сотворен, значит, к нему и относиться надо, как к твари, а не к творцу. Все, теряется основа христианской религии. В 325 году для осуждения этой ереси собирается Вселенский собор. Не успели осудить одну ересь, начинаются споры монофизитского свойства о существе Христа, насколько в нем правильно соответствует, и каким образом соответствует божественное человеческое и так далее. Причем после 325 года ситуация складывается обычно таким образом, что как только император вмешивается в богословский спорт, торжествует ересь. Мы это видим на примере Диоскора, который был поддержан Константинополем. Поэтому говорить о том, что это слишком... То есть уж такое уж благое событие для церкви, я бы не стал. Но с точки зрения развития искусства, да, это правильно. По одной простой причине церковь получает возможность финансирования своей живописной проповеди. Собственно, христианское искусство, наверное, имело место и ранее. Мы имеем в виду не очень четко христианские атрибутируемые памятники римских катакомб. Там есть, скажем, изображение женщины с младенцем. Не все согласны, что это Богородица. Но, как бы то ни было, такие изображения имеются. Мы имеем символы, скажем, рыбы. Рыба – это символ христианства, поскольку из греческого слова «рыба», если взять его по букву, можно составить выражение «Иисус Христос – Сын Божий Спаситель». Мы видим еще символы, которые можно связывать, а можно и не связывать с христианством. Но, как бы то ни было, мы понимаем, что уже во времена гонений формируется какая-то образная система, которую пытаются зафиксировать. Но тогда не было денег. Но все равно фиксировали. Это красиво. И это в красках. Это уже тогда было умозрение в красках, как сказал Трубецкой о последующей живописи церковной. Но после 313 года к этому умозрению в красках добавляются еще А – возможность его публичного распространения. Не надо лезть в катакомбы. Пожалуйста, на стеночку. Б – деньги. Сначала на мозаике, потом на живопись. И, наконец, В – потребность распространить учения среди людей, которые не очень-то умеют читать. Поэтому функция церковной живописи первоначально была главным образом, педагогической. Надо было людям, которые неграмотны, с одной стороны, а с другой стороны, которые не всегда имеют возможность взять в руки тот свиток, на котором начертаны нужные слова, потому что все-таки это была редкость. И это стоило, в общем, больших денег. Этим людям необходимо объяснить не только в проповеди словами. Я проповедую, я могу, ну, Златоуст проповедовал там чуть не сутками, но все-таки проповедь имеет ограниченный временной порядок. Но так, чтобы люди пришли и могли, глядя на какой-то живописный ряд, могли бы составить себе свое представление о том или другом мировоззренческом понятии. В общем, резюмируя, главное значение Миланского Эдикта – это то, что позволило христианству стать вровень с другими религиями Римской империи и позволило свободную проповедь христианства. Несомненно. Несомненно. Это главное значение Эдикта. И причем именно эта ситуация подчеркнула жизненную силу христианства была древняя религия, которая имела столетние традиции, многовековые традиции. Был культ императора, который продолжался там 300 лет до этого момента, и никто, кстати, его не отменял в отношении Константина. И он себя изобразил в Константинополе в виде гелиоса, между прочим, статуя вот эта знаменитая, а не в виде Христа. Так вот сложилась ситуация. Существовали восточные культы очень интересные. Очень интересные, потому что тайные. Так хотелось проникнуть в эту тайну. И вот на фоне вот этого всего христианство выходит не просто победителем, а абсолютным триумфатором. В общем, наверное, мы можем сказать, что 6-й, 7-й, ну, скажем, 9-й, 10-й век, это точно, что вся территория Европы это территория христианская. С востока посложнее, там пришли арабы, там сложности были с мусульманскими инвазиями, но, по крайней мере, Европа христианизировалась. Даже британцы, где римляне были очень недолго по существу, их оттуда выгнали с позором из этой Британии. Даже они, выгнав римлян, приняли их новую религию. Силами, причем уже невооруженными. А монашек пришел. Из Рима пришел монашек, папа его послал. И он все эти острова умудрился крестить. Опять-таки, ногами и текстом. Ногами и словами. И этот пример этих благословенных ног благовествующего и пример жизни этого монашка оказался решающим христианизацией целого государства. Именно поэтому мы в этом году отмечаем 1700 лет Миланского Эдикта. И для тех телезрителей, кто хотел бы больше узнать об этом величайшем событии европейской истории, мы рекомендуем книгу замечательного богослова, историка церкви Александра Ивановича Бриллиантова. Император Константин Великий и Миланский Эдикт. На этом наша передача заканчивается. Мне остается поблагодарить нашего гостя Вениамина Владимировича Симонова за фантастический рассказ о первых веках христианства. Большое спасибо. И пожелать нашим телезрителям всего самого-самого доброго. Храни вас Господь. Позвольте мне попрощаться с вами, дорогие телезрители. Храни вас всех Господь. Очень надеюсь, что наша сегодняшняя беседа всколыхнула в вас новые религиозные размышления, которые стимулируют ваш интерес к литературе и к знаниям по церковной истории. Спасибо вам, ангеловам-хранители.